Приветствую вас на моем втором канале. Сегодня я как и обещал покажу вам новую модель вечного магнитного двигателя, которую я полностью распечатал на 3d принтере. Ну как полностью, за исключением конечно неодимовых магнитов, которые кстати любезно предоставили в качестве спонсорской помощи магазин Magneton. Ссылочка на их сайт будет ниже под роликом сразу в описании. А так эта модель в принципе очень напоминает тот вечный двигатель, который я показывал чуть более года назад. Такое большое черное колесо с магнитами по торцу. В принципе похожие моменты есть, но есть и отличия. Поэтому я предлагаю так. Сначала давайте мы разберемся со схемой работы этого двигателя. Посмотрим что здесь интересного. Потом я немного покажу и расскажу как я печатал этот двигатель и собирал. Потому что это мой первый двигатель напечатанный на 3d принтере. Я думаю многим будет интересно посмотреть как это делалось. И потом уже я покажу как он работает, что он может, ну и что какой из всего этого можно сделать вывод. Чуть более месяца назад один из моих зрителей зовут его Олег, прислал мне вот такую схему вечного магнитного двигателя, как возможное решение проблемы критической зоны в том большом черном двигателе. То есть по его убеждению такая конструкция поможет эту критическую точку преодолеть. Смотрим на схему. Два магнита стационарно закрепленных, между ними находится ось вращения, четко между ними. На оси сидит вот такой вот полукруг, полумесяц. Так на него естественно по торцу наклеены магниты. Ясно я нарисовал, да? Красный и синий. Ну и соответственно вот эти статорные магниты направлены противоположным полюсом. То есть вы поняли уже примерно схему. Идет как бы притяжение, да? Если двигатель вращается вот таким вот образом по часовой стрелке, а он должен вращаться именно вот так, то проворачиваясь он постоянно притягивается к этому магниту, потом притягивается к этому и так далее и так далее. Но естественно нужно дать ему первоначальный толчок, чтобы вот смотрите вот в этом месте, где есть максимальное притяжение, так сказать, разорвать это притяжение. То есть нам нужно приложить некое-некое количество энергии, чтобы оторвать вот в этом месте этот полумесяц. Потом он начинает совершать рабочий цикл, набирает энергию и снова подходя к этой точке, этой энергии должно хватить, чтобы ее проскочить. То есть как бы здесь, по мнению Олега, нет этой критической точки, как было в том двигателе, когда вот здесь был другой полюс магнита на этой стороне и происходил такой удар. Но, как мне кажется, вот здесь вот это вот притяжение максимальное, оно как бы и есть вот этим вот проблемным местом и той критической зоной. Потому что все-таки разорвать его будет довольно-таки сильно, сложно, точнее. Потому что вот эта вот энергия, которую придется сюда затратить, я не уверен, что мы сможем ее накопить вот за этот рабочий ход. Но, как говорится, месяц назад у меня еще не было 3d принтера, и я, возможно, бы даже за такой двигатель не взялся, чтобы его делать для проверки. Но сегодня я практически любую такую модель могу напечатать там в считанные часы, не побоюсь этого слова. Поэтому я решил проверить. Потому что теория это одно, а практика это немножко другое. Но, я все-таки решил немножко эту модель доработать. Потому что сейчас она как бы немножко выглядит незаконченной. Смотрите, но если будет вращаться вот этот вот полукруг, то по-любому будет биение. Да, его нужно было бы как-то уравновешивать, делать вот здесь какой-то противовес с грузом. Это некрасиво. Я со своей стороны предложил сделать что? Сделать еще один полукруг вот здесь вот. Вот таким вот образом. По нему тоже пойдут магниты, таким же полюсом сюда наклеенные. Но он будет вот сюда подходить. не вот к этому краю, а вот сюда. То есть чуть-чуть как бы дальше от края. Кстати, я изначально немножко забыл вам сказать, что вот это вот расстояние от этого края до оси, вот это вот расстояние, оно несколько больше, чем расстояние от оси до этого края. Ну, я надеюсь, вы это поняли. То есть схему этого двигателя. Да, ось немножко смещена. За счет этого, собственно говоря, у нас и есть вот это вот. Здесь расстояние между магнитами меньше, а здесь больше. За счет чего, собственно говоря, и должна совершаться работа за счет притяжения этого полукруга. Надеюсь, вы это поняли и простите меня. Вот. Поэтому, как бы, такая схема, она более и красивая. И, во-первых, уравновешивать эту модель будет немножко проще. И, фактически, это то же самое, что и полукруг. Просто я его растянул на все 360 градусов. Кстати, вот эту вот схему такой улитки вы можете встретить даже в интернете в некоторых двигателях подобного рода. По-моему, даже вот пересекается с вот этими V-Gate моторами. Там они как бы по-разному стоят, эти магниты. Но есть схемы, где и вот так вот в виде вот такой вот улиточки оно стоит. Ну и теперь вы понимаете, да, что сделать такую улитку как-то на станке вот токарном моем единственном, я бы, наверно, не смог. Или как-то вручную вытачивать. Это несерьезно. А вот при помощи 3d принтера сделать вот такую улитку, это уже совсем другое дело. Смотрите. И, кстати, насчет вот статорных магнитов я решил поставить их не 2, а сразу 4. Вот такие вот стоечки у меня с магнитами. То есть, 2 здесь и 2 вот здесь. Это я для того, чтобы как бы предотвратить вопросы ваши. Потому что раньше вы сразу мне писали, что вот этих магнитов надо поставить больше. Чем больше их ставишь, тем якобы все это будет подтягиваться и преодолеваться вот эта критическая зона за счет того, что будет много статорных магнитов тянуть. Вот мы как раз и проверим вот эту вот самую идею с большим числом статорных магнитов, кстати. Теперь я хочу вам рассказать и показать, как же делалась эта модель вечного двигателя. Ну, конечно же, в начале всего нужно было сделать 3d модель, чтобы ее потом перевести в соответствующий формат и отослать на 3d принтер, чтобы напечатать. Вот. В принципе, с этим у меня проблем нет. Программу эту подобную я уже давно освоил. Так что это буквально там считанные часы. А вот сама модель, вот эта вот. Кстати, ее диаметр максимальный 200 миллиметров. Вот она печаталась на секундочку более 6 часов. 6 часов с чем-то. Представляете? Вот такая вот моделька. Кстати, я немножко, конечно, погорячился с таким большим размером. Это практически максимальный размер, который может напечатать мой принтер. И небольшие косички у меня по краям с одной стороны возникли. Немножко оторвались вот эти вот прихватки, которые прихватывают модель. И приподнялся один краешек, так что пришлось потом поработать немножко напильничком. Ну, как это бывает. Но, в принципе, в целом модель выглядит очень хорошо. Для первого раза, я считаю, получилось ну просто чудесно. Кстати, обратите внимание, я сразу предусмотрел такой момент, как установка магнитов. Я прекрасно понимаю, как это клеить такие магниты на торец этого колеса при помощи суперклея. Это еще тот геморрой. Поэтому я решил сделать такую канавку, в которую эти магниты бы вставлялись с такой натяжкой. Ну, как вот патроны в патронтаж. Вот, собственно говоря, это у меня получилось. Но, к сожалению, конечно, опять же, с размером этой канавки я чуть-чуть не угадал. Поэтому пришлось вставлять еще небольшую проставочку. Но все равно это мне очень сильно помогло и ускорило процесс. Потому что на клей приклеить эти магниты ну просто нереально. А этих магнитов, на секундочку, вот в этой конструкции около 120 штук. Размером они 10 миллиметров на 5 и толщиной 2 миллиметра. Приклеить их на клей ну очень сложно. А так они довольно-таки надежно здесь сидят. Ну и последнее это 4 стойки для статорных магнитов. Выглядят они очень просто. Форма у них такая примитивная. Поэтому напечатать их было абсолютно не сложно. Внутри каждой такой стойки помещается два магнита диаметром 15 миллиметров и толщиной 5 миллиметров. Довольно-таки мощные магниты. Так хорошенько туда залазят, сидят. И чем хороша эта стойка, ее можно как угодно вертеть, переворачивать разным полюсом. Вот. То есть довольно-таки удачная конструкция получилась, я считаю. В конечном итоге, после всех моих стараний и усилий, все получилось довольно-таки прилично на вид. Единственное, что мне осталось, это сбалансировать этот диск. Потому что вот эта улитка с магнитами, она все-таки перевешивала одним краем. Поэтому я из бронзы выточил такую гаечку, которую периодически подтачивал до того момента, пока ну как бы не получил такое сбалансированное вращение. Ну что же, давайте начнем наши эксперименты. Я предлагаю начать с одного статорного магнита. Смотрите. Вот сейчас он притягивается, естественно, к тому, к той части диска, которая максимально к нему приближается. Видите, вот оно здесь вот как бы удерживается силой притяжения. Это понятно. Чтобы вывести его, оторвать от магнита, край этого диска, мы прикладываем некую силу. Вот. Оп. Смотрите. К сожалению, к сожалению, тут происходит практически то же самое, что и в том же черном двигателе. Хотя здесь нет магнитов с противоположным полюсом. Но вы видите, происходит какой отскок. Это потому, что притяжение настолько сильное, что работает как пружина. Видите, толкает этот диск туда-сюда. И, увы, но, к сожалению, той энергии, которая накапливается за рабочий ход, все-таки не хватает, чтобы перевалить через эту мертвую точку. Вот она будет очень долго так качаться, но ни разу, ни разу такого не было, чтобы оно... Смотрите. Нет, не получается. Если я, конечно, его вот таким вот образом подтолкну чуть сильнее, оно будет довольно долго вращаться. И даже вот так вот можно будет снимать фактические видео о том, что вот, смотрите, я его толкнул и он, вечный двигатель этот, запустился. Но все равно со временем, там через несколько часов, он остановится. Шучу, шучу, через несколько минут. Смотрите, видите, как происходит биение. Оп. Еще раз. И все. Ой. Ну что же, давайте поставим второй магнит. Посмотрим, может быть, это как-то поможет процессу. Два статорных магнита. Выводим из мертвой точки, прилагая некое усилие. Упс. И смотрите, он стопорится тут же на втором статорном магните. То есть, даже второй статорный магнит никак не решает эту проблему, если первый статорный магнит с ней не справляется. Второй лишь добавляет еще одну вот эту вот мертвую точку. Это та же самая мертвая точка, что была и в черном двигателе, только, как говорится, в профиль. Смотрите. Пожалуйста. То же самое. И отскок за счет вот этой вот пружинности. И вот так будет вечно вращаться для видео, если вы захотите снять. Вот я сделал настоящий вечный двигатель. Ну что ж, давайте попробуем поставить еще два статорных магнита. Может быть, что-то изменится. Ну вот, смотрите. Установил я четыре статорных магнита. И пробуем точно также вывести систему из равновесия. Опа. Все. Он стопорится на первом же магните. То есть, вот она вывели из одной мертвой зоны. Он стопорнулся во второй. И так далее. Количество магнитов по вокруг этого диска абсолютно не решает проблему мертвой зоны. Вот этой вот критической зоны. Она есть, как в том черном двигателе с разными магнитами, что здесь. Кстати, вы же поняли, да, что этот магнит, этот двигатель, в принципе, можно было бы настроить на работу и на отталкивание. Сейчас он работает на притяжение, но если бы я перевернул эти статорные магниты наоборот, наоборот, то можно было бы работать на отталкивание. Но я думаю, результат был бы точно такой же. К сожалению, невозможно вывести эту улитку из этой критической зоны, из вот этого вот места максимального притяжения, не затратив на это энергии больше, чем потом получается на выработке энергии вот в ходе этого рабочего хода. А количество статорных магнитов эту проблему никак не решает. Схема, которую мы только что рассмотрели, кстати, довольно часто встречается в интернете. Но, как вы сами могли убедиться, увы, она не работает. И вот сейчас я предчувствую, как многие из вас, наверное, говорят, а может быть и напишут в комментариях, ну зачем? Зачем ты опять это все показываешь и так понятно, что это работать не будет и так далее, кого ты пытаешься убедить и тому подобное. Понимаете, дело в том, что если просто вот этим людям, которые смотрят все эти ролики фейковые в интернете, сказать, что это работать не будет, вы их уже не убедите. Я уже пробовал это делать и что толку? А вот если вот так вот взять и сделать вот эту схему, ну довольно таки качественно, хорошо и показать, что она не работает, вот только так, наверное, и можно их убедить. Потому что смотрите, что творится сегодня в интернете. Вот эти вот популярные ролики, когда там вот какие-то шаловливые ручонки темнокожие, что-то там собирают из каких-то там деталей, из какого-то мусора, какие-то вот эти вот все моторчики там соединяют, там что-то вращается, там светится и так далее. Вот этот вот бред. И когда мне чуть ли не каждый день от вас же, от вас, вы смотрите мои ролики, приходят ссылки на эти ролики и вы спрашиваете, это правда? Это что, реально? То есть явно же есть люди, которые, ну как бы сказать, в этой теме не разбираются хорошо. Вот для них как раз вот эти ролики идеальны в плане вот такого обучающего контента. Поэтому я считаю это как раз вот полезным таким уроком. А учитывая то, что у меня теперь есть такой чудесный 3D принтер, я могу практически любую схему вечного двигателя взять, напечатать и проверить, показать вам. Плюс, наверняка вот среди вас есть люди, у кого возможно в голове родятся какие-то свои оригинальные схемы. Поэтому не стесняйтесь. Я опять же вас призываю. Вот вы мне присылаете эти все на почту обязательно конструкции. Продолжайте, продолжайте присылать. Если будет что-то интересное, действительно какая-то вот изюминка, я буду это все делать и вам же показывать. И кто знает, конечно, вечного двигателя не существует. Понятно, невозможно брать энергию из ниоткуда там и так далее. Но, а кто знает, нельзя вот сбрасывать со счетов тот какой-то там шанс, что найдется какой-то умник, который придумает какую-то схему, когда этот двигатель будет брать энергию, ну из какого-то источника, ну вот, либо незнакомого, либо как-то, как бы невидимого. Ну вот будет, будет двигатель работать, но не понятно как. Так что, вполне возможно, что вот кто-то, кто-то вот такую схему найдет. Почему бы ее не взять, не сделать и не показать вот всем. Я считаю это отличный материал. Вот, и напоследок. Далее, не знаю я какой будет следующий ролик на этом канале, но вот что касается вечных двигателей, я уже себе так вот приметил одну схему, кстати тоже, которую прислал один из зрителей, магнитного гравитационного двигателя. Да, даже вот такой вот интересная там вот схема есть. Вот я ее тоже попытаюсь напечатать и вам показать. Вот следующий ролик о вечных двигателях будет именно вот о магнито-гравитационном двигателе. Ну, я надеюсь. Ну, а пока все. Надеюсь, эта информация была для кого-то из зрителей очень важной и чему-то его научит. Все. До следующих выпусков интересных. Субтитры создавал DimaTorzok